В этом году не все участники конференции смогли приехать на поленовские чтения, но все их научные статьи опубликованы в традиционные сборники, которые внешне полностью соответствуют названию второй художественной школы и отображают одну из декоративно-прикладных дисциплин. В этом году международная конференция больше напоминает сдачу госэкзамена. Та же трибуна, та же презентация. Добавилась лишь камера, которая записывает выступление. Доклады все записываются, без аудитории, но содержательная часть от этого не меняется. Но и каким-то образом даже продвижение происходит более активное в данном информационном режиме. Конечно, это не передает духа конференции, который действительно уникальный, который неповторимый, который очень эксклюзивный. Но, тем не менее, на расстоянии есть возможность познакомиться с докладами более широкой аудиторией. Теоретические знания докладчиков подкрепляют практические навыки участников, представленные в экспозиции «Традиции и современность». Внимание уделяется декоративно-прикладным основам. Они имеют корневые пласты, которые развивались не одну сотню лет, и являются духовными скрепами. Это наглядно, ярко, смело, и эффект ковра, который никогда не надоест. Никогда это гламуром не будет, что страшно радует. Мы вообще боремся с гламуром, боремся с безвкусием посредством этих вещей. Более 500 работ из 48 регионов украшают стены художественной школы. Среди представленной тканной симфонии самоцветов выделяется уникальная техника – фелтинг. Это изготовление из такой, как по-русски, валенковаляния. Уникальная техника, действительно, какие-то новые вещи в декоративно-прикладном проявляются, и очень ярко выражены национальные черты, очень ярко выражена какая-то специфика регионов, и может быть даже такое что-то в данной выставке очень такое древнее, исконное, потому что фелтинг – самый древний вид текстиля. Это самый древний вид работы с тканями. Каждая работа на выставке яркая, зрелищная и композиционно интересная. Статьи участников информативные, краткие и доступные. Все, как в шкатулке, собрано в едином сборнике, которое кладезь знаний как для подкованных педагогов, так и для только делающих свои первые шаги. Сборник представляет собой очень большую ценность и для преподавателей, например, Державинского университета, но и других университетов, например, Липецкий педагогический университет также здесь опубликовал свои работы, потому что они будут представлены в системе РИНС. Это тоже дает возможность для того, чтобы другие люди, даже которые не опубликовались, могли ознакомиться с материалами данной конференции. Данная конференция доступна в социальных сетях и YouTube-канале, и уже началась подготовка к 12-м поленовским чтениям. Так что и из каникул можно извлечь пользу, почитать книги и отвлечься на искусство. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей.